Всем привет, катаны и катанессы, меня зовут Лео, сегодня вместе со мной Ли, и вы на канале Ли Лео. Всем привет! И сегодня мы играем в Happy Game. Это такая счастливая игра про то, как маленький мальчик на чиле, на расслабоне, шикарно проводит время в своих ночных кошмарах. Пока на расслабоне, на чиле, поэтому... Вот наш парнишка, он рисует какие-то очень-очень-очень странные рисунки в своей очень такой успокаивающей комнате. Там есть ловец снов, который, видимо, я не знаю, что-то ловит для него, сны какие-нибудь. Но он устал, давайте уложим его спать. Пришло время. Вообще-то он выглядит очень счастливым. Ну да, мне кажется, это такой растет маленький год. Он такой, знаешь, мама, я стала годкой. Я издержалась и стала годкой. Это вот такая игра. В принципе, не имея ничего плохого против этого, если ему комфортно, то все замечательно. Тем более, что он, наверное, перестанет бояться всяких монстров в темноте. Что ж, мы переместились в сон и... Кажется, он уже боится. Но это так, с непривычки, на самом деле. Он такой, где я? Мне всегда снились отрезанные, я не знаю, фасолины, чего-нибудь такого плана. А сегодня снятся отрезанные горошины. Да, да. Мы идем куда-то вперед и находим подарочек. Слушай, он явно обрадовался. Не знаю, что вот это за чуваки там в тени стоят. Но давайте откроем подарок. О-о-о-о! Какая шикарная плюшевая игрушка с отрезанной головой. Вот это вот я понимаю, что происходит. Не знаю, но кажется, она стала очень ужуткой. Да необычная. Вот еще какой-то обычный клоун. Давайте потянем за него. А клоуны добрыми не бывают. Э-э-э, что происходит? А, у этого какая-то рука, смотрите, оп! Ого! Рука схватила его. И теперь давайте еще раз подтянем за клоуна. Клоун оторвался. И оттуда вылез какой-то еще прикольный типа клоун. Я не знаю, кто он. Какой-то жуткий клоун. Да, у нас появилась матрешка. Матрешки это хорошо, это прикольно. Кстати, матрешка это на самом деле не русская игрушка. Она, в общем, ее подсмотрели где-то там в Азии. По-моему, в Японии или в Китае, что-то такое. Так, значит, у матрешки вырос колокол. Подергаем сейчас немножко за него. Все в порядке, смотрите, какие прекрасные черты лица проявились у этой матрешки. Посмотрите на этого маленького человечка. У него вот такие просто ошарашенные глаза. Мне кажется, все в порядке. Я думаю, что все хорошо. Так, началось какое-то странное землетрясение, потому что эти чуваки, видимо, вызывают у него какие-то, может быть, воспоминания. Я не знаю, что-нибудь такое. Они все соединяются в одну фигуру. Да. Это такая игра с комментариями, знаете, сурдоперевод. Так, подождем. Вот он на шипе, что ли, был? Мне же не показалось это нам. Да. Ой, мячик. Смотрите-ка, мячик это прикольно. Ладно, давайте поиграем. Нас тем более мама отдавала в свое время в секцию. Но мы возвращаемся в прошлое нашего пацана. Когда он играл на площадке, к нему подошел какой-то площадный задира. И такой, типа, это мой мяч. Забрал мяч. Забрал мяч и такой, типа, свалил. Пацан, я не знаю, как его зовут. Давайте назовем его Карлос-младший. Маленький Карлос сразу же был охвачен темной какой-то аурой, которая, возможно, решала все его проблемы. Итак, мы бежим за мячиком, который приведет нас, конечно же, к чуду. Куда еще приводят мячи в страшных снах полных жутких ужасных существ? Так, я мяч, ну, слушайте, ну, я что, спортсмен, что ли, по-твоему? Ой, это что такое? А у нас, видимо, тут какая-то небольшая головоломка. Давайте-ка, видимо, надо нажать сюда. Что нужно сделать? А, о! Смотри, мы сейчас будем что-то собирать, типа. Мы из мяча сделали медвежью голову? Ну да, типа того. Старая добрая медвежья голова. Так, видимо, под этой головой что-то еще должно появиться, да? О! Это прикольно. Так, давайте дадим ему. Я не знаю, что это. Это какой-то деревянный солдатик. Почему бы и нет? Так, поднимем. Воу-воу-воу, это можно сюда прилепить. Шикарно, шикарно. Так, не знаю, что здесь происходит, но давайте пойдем по стрелочке, которая указывает нам направо. Не знаю, что там справа. Пацан, кстати, не умеет бегать. Не знаю, может, умеет, но я не умею бегать за пацана. Так, нажимаем на кнопочку. Там у нас что-то есть, и, видимо, чтобы это что-то открылось, нужно вернуться назад и потянуть за какую-нибудь... Вот эту штуку. Клоунскую голову, да, давайте так. Что-то изменилось там? Этот пацан нам подсказывает? Да все нам подсказывают. Тут сплошно... Ого! Так, это обезьянья голова. Давайте возьмем обезьянья голову. И куда нам прилепить это обезьянья голову? Не говорите мне только, что мы сейчас будем надевать обезьянья... Ооо! Вот куда надо засовывать. Все готово. Отлично. Ладно, теперь, видимо, надо побить вот этими вот тарелочками. Запусти небольшой оркестр. Еще у нас медведь делает. Ааа... Давай-ка-давай, в ритм. Отлично. А ты парень, что делаешь? Оп! Ооо! Шикарно! Смотри, мелкому пацану явно нравится, как эти жуткие странные игрушки-животные отыгрывают дьявольские мелодии. Нет, глаза засветились. Это уже хорошо. Сверху появились какие-то щупальца и... Я не знаю, какой-то такой-то бубенчик. Да, да. Как надо бить кубу? Каждым разом становится все интереснее и интереснее. Да, я не знаю, может быть, надо попадать в ритм медведю? Так, медведь, давай-давай вместе с тобой. Оп! Что случилось, вроде? По-моему, ты попал. Вроде да. Вроде да. Эти штуки начнут сходить с ума. Просто сходят с ума. Пацану уже страшно. Я могу его понять полностью. Что с ними стало? Ну, короче, немножечко крови, кишок и, конечно же, мячик. Ничего страшного, у нас есть мяч. Чувствуешь, как сразу так радости тянет? Прям хочется сразу выйти под дождь без зонта. И, я не знаю, например, поднять, открыть глаза, чтобы кислотные соленые капли попали и выжгли тебе. Ну, что-то такое, в общем. Допрыгались. Доигрались мы немножко в мячик. Нам попадается, я не знаю, что это, какой-то свиномедведь. Так, что надо делать со свиномедведем? Секунду, у него руки как будто бы какой-то домкрат. То есть, нам нужно вытащить оттуда мяч? Да. Слушай, реально у него руки домкрат. Это свиномедведь домкрат. Маленький Карлос явно не ожидал такого подвоха. Такой подставы. А зачем нам такая большая пасть? Мы же можем... А, все, понятно. Оттуда досталась какая-то штука. Я не знаю, что это. Так, может, другую руку теперь. О, другую руку. Зафиксируем челюсть. Отлично. Это напоминает мне какой-то симулятор стоматолога. Не знаю, что будет дальше. Я даже не знаю, что это лампочка скелета глаз. Может, какой-нибудь симулятор садовника потом дальше будет. Возможно. А, симулятор окулиста. О, да. Итак, он такой достает глаз. И... Можно забрать глаз. А, я понял. Смотри, мы растягиваем глаз, из него вылетает какая-то типа пчелка. Это как киндер сюрприз. Ну, да. Типа... Типа того. Я бы... Будь у меня дети, я бы им такой киндер не купил. Так, давайте растянем, короче, эту пчелку. О, а вот и мяч. Шикарный. Это типа... Мам, сбрось мяч, пожалуйста. О-о-о. Пацана порвало. Что-то с нашим пацаном. Карлос достал все-таки свой мяч. И, видимо... Так, давайте... Его схватить, на самом деле, довольно сложно. Я не удивлен, что Карлос такой, типа... Считай этот мяч немножко неуловимым. Так, ну что. Куда теперь нас приведет этот потрясающий мяч? Там какие-то дети сзади. Это прикольно. Я люблю играть с другими детьми, потому что я, как маленький готический мальчик, рисующий дома всякие страшные штуки, как в ужастиках. Эй, Карлос, ты куда? О-о, отдаляешься ты от нас. Давай ей. Все, дальше и дальше. В темноту. Что происходит? Так, мяч что-то заглючил. И это типа какой-то светофор, что ли? За что-то тянуть надо? О-о-о, ты посмотри, какая штука тут. Я тяну за пуговки. Подожди, это что? Женщина-матрешка? Просто женщина? Это типа просто женщина, да. И у нее какой-то... Как-то жиле, типа желейная голова. И внутри нее наш мяч. Так, ладно, дайте попробуем за что-то потянуть. Если... А, о-о-о, так. У нее такие маленькие ручки, что... Чтобы мы тут не потянули, мне кажется, мяч не вытащит. А, слушай, вот как это работает. А, извините. Извините, миссис, маленькая ручка. Я, кажется, все понял. Смотри, она должна быть такая удивленная дома. Она такая типа... Вот так на щечку кладет руку, такая... О-о-о! Я такая красивая сегодня. О-о-о! У меня мяч в подбородке. Типа того. Это... Так, секундочку. Ну вот мы сделали это все. О, мне очень нравится, кстати, если пацаном потянуться вперед, он начинает петь такой. Слушайте. Он такой няшечка просто. А теперь что делать? Мяч не достается. Она там, ну типа, застряла прям посередине. А, может ее двигать можно? Вот, раскачать. А, раскачали все. Окей, все, наконец-то. Спасибо тебе, мисс матрешка с красными щечками. Что это с ней? Она расстроилась, по-моему. Она очень расстроилась и мяч куда-то улетел. Пацан такой типа, что? Ты меня просто так не выпустишь, страшная, жуткая женщина со светящимися пуговицами. Что с ней делать надо? По-моему, она застыла. Определенно она застыла и... А, вот, я пытаюсь идти. Она идет с тобой. Она со мной идет. Теперь я бегу и она такая тоже, типа, быстрее такая, типа, быстрее. Быстрее, еще быстрее. О, она сейчас задает тебя. А-а-а, падает женщина. Все отлично, все хорошо. Все сработало именно так, как я и планировал. Я не уверен, что Карл что-то когда-нибудь планирует. Мне кажется, он такой, знаешь, мальчик, который живет этим моментом. О, мячик. Шикарно. Не знаю, кто его сбросил. Уток смеется, знаешь, так невротично, типа. Типа, все классно. А, какие-то утки. Еще немножко детей. Что, я зачем это комментирую? Вы сами это все видите? Посмотрите на это. Посмотрите, я как будто бы в парке аттракционов-привидений, типа того. Как я, Карлос, Карлос. Я не хотел бы быть в таком. У меня так довольно жуткие сны. Все происходит. Опять, слушайте, у нас реально какие-то траблы тут с этим мечом. Оооо, воо, воо, какие шикарные окровавленные игрушки. И что с этим делать? А, слушай, я понял, смотри, мы берем, короче, вот эту половинку и ставим ее сюда. А-а-а! Так, а теперь из него надо что-то достать. Какого-то маленького ковбоя. И куда девать маленького ковбоя? Ковбой нам что-то расскажет. Я засунул бы ковбоя, например, вот вместо головы-то и лошади. Ковбои нам ничего не рассказывают. Ковбои не рассказывают секреты свои ковбойские. Так, куда мы можем зас... Ооо, может просто все игрушки поднять? Они не поднимаются, понимаешь? А что если мы попробуем как-нибудь... Нет? Кубик Рубика. Оп! Получилось. Я так и думал, что ковбой должен сесть на лошадь. А у меня вот есть какая-то вот эта штучка. Я не знаю, что с ней делать. Вот я тяну вроде. Так, давай чуть-чуть, чуть-чуть, немножко клоуна подостаю. Че он делает? Ковбой, ты... Он пытается уехать, ускакать. Ты не ускачешь никуда от нас. Это так не работает. Так, ковбой, может надо еще продолжать тянуть? Тяни, тяни, тяни. Так. О, так смотри. Сейчас мы достанем. Он становится безумнее. Так, ему оторвало хлебницы. И отсюда вылезла какая-то штука. Чуть-чуть такое вообще. Куда это делать? Какой-то кубок. Кубок можно всунуть в медведь? Может, ему надо дать кубок? Нет, Карлос в кубок не нужен. О, слушай, а что если в башмак засунуть? Что же не работает? Да это вот так. Вот так он... Может быть, он заведет паровозик. О, да, слушай, это труба от паровоза. Это не кубок. Парню нравится. Карлос доволен. Это вообще самое главное, что я хотел от жизни. Так, значит... Чё нам делать с этим? Ну вот, типа, он выпускает пузырьки. Эээ, ладно, окей. Можно взять теперь паровозик? Нет, может, теперь клоуна опять? Оу! О, какие-то грибы. Может, так надо лопать? Смотрю, что нет. Может быть... Не знаю. Теперь я даже не знаю. Мне вообще-то немножко тоже хочется, чтобы мне хоть разочек такой сон приснился. Слушай, паровоз сломался, по-моему. Я чё-то на него немножко перекликал. Оу! Какая-то книжка, яблоко. Яблоко. По-моему, вот так это делается. Оттягиваешь паровоз, и он начинает там делать всякие сумасшествия. Короче. Что вы хотите, чтобы я... О, это... Это род Хаги-Ваги. И кактус. Окей. Давайте ещё. Оп. Ключ. О, шикарно. К машине. К машине, да? Давайте. Оп. Шикарно. Роскошно. Заработала. И что у нас теперь? Значит, видим, надо завести ключ. И отпускаем машинку, и она... Эй, подождите. Я за неё вообще-то 500 баксов заплатил. И машинка привезла собачку с головой. Не, мне кажется, что... Это значит, голову. Просто голову прилепили. Так, чё вы хотите, чтобы я делал с этой головой? О, подожди. Куда-то прилепить. Вот, по-моему, вот тело. Это... Похоже на тело собачки. Я не знаю. Похоже на тело какого-то козлика. Давай, тяни. Может, ещё попробую за ключ потянуть? Дорога она ещё-нибудь привезёт новое крутое. Давай, 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 собачка. Эээ... Ну, чуть ближе. Чё-то куда там можно засунуть это? Вот сюда? Нет? Это явно не тело собачки. Ладно, давайте ещё раз заведём. Куда поедет собачка? Слушай, она, по-моему, подъезжает либо сюда, либо сюда. Собачке нужен барабан? А может быть тело? К собачке. Подожди, а может быть собачке нужно... Его надо подтащить к Карлосу. Вот всё, просто смотри, вот здесь останавливается. И мы такие берём, и он такой ещё руки так к ней тянет. Типа, отдай мне её. Типа, Карлос заберёт и сам поставит. Да, так, окей. Я взял, короче, эту штуку. А что если я сейчас заведу машинку? Метис Карлос. Ага. Что происходит? эй подожди так машинка так головы нету ну точнее как она есть но как бы как будто бы и нет так возьмем голову и засудимся о вот и собрали собачка почти живая как новенькая чуть не че так вау это же что так а че мауса чего хотите чтобы с этим всем сделал она значит барабанная палочка вот и вон он барабан отлично шикарно роскошно супер так давайте на барабан барабан сыграет нам сейчас свою барабанную дробь наверно бить по барабану это кто это какая-то кроличья голова и одну иди сюда мистер кроличьи по моему по-моему у нас какой-то конфликт прямо здесь конфликт интересов этого парням просто выкидываем он нам больше не 0 слышит валия все хотят забрать игрушки у карлоса младшего до присобачиваем значит точнее при крольчачиваем этого заячью голову что вы хотите теперь это спотыкаем по зайцу у зайца небольшие проблемы ребят у него внутри пупок я думаю это пупок а внутри пупка еще больший пупок а теперь это похоже на что это это похоже теперь на голову клоуна или кого еще какие-то собаки безумие оп-оп так ребят ну давайте нужно уже хватит уже довольно голова которую можно засунуть башмак или который прилепить сюда до прилепить сюда и оставить стоять нет так вот эта голова нет о слушай подожди их реальных можно отрывать типа и час коп не сюда оп что так вот нет это это голова не потому что вот это бесконечно вы наверное вряд ли вот это это должно быть чтобы вот это да она второй раз повторяется о да вот и наша подружка с площадки я кстати по моему ее тень видел чуть прино хочет от нас об возяли за руку а вторую руку собачьи шоколадные батончик что это куда-то девать и шоколадный батончик в голландский башмак в кубик а это кусочек кубика это шоколадный кубик да типа он сделан из и рисок то есть его можно просто собрать и выиграть с первого раза о подожди у нас тут какой-то парень шутник и трюкач так эта штука посередине давайте так она сечку середине вот она середина открываем не подожди ты как это какой-то обманщик мне кажется в этом и был есть прикол она явно была посередине могут и видели так где она была где она посередине а по-моему здесь посередине я буду тыкать просто их нет что он обман так лучше просто наугад окей так ладно давайте еще раз поведем так он ведет ее и она слева вот слушай он точно передвинул ее сюда жулик это какой-то жулик под этим можно было не играть с ним да нормально нормально мне нравится так закрыли его взяли утячью голову и куда совать ее кому у тебя чик ребят 5 продается утиная голова сюда что это не голландский башмак это была утка значит дергаем и за утку из нее это утка донор так отлично чё это такое попробую максимальное количество крови выжить из этой утки сколько вообще можно весь экран все кровь в утке закончилась ладно давайте потянем за это клоунский я не знаю что у него там чуб какой-то чуб клоунский что с ним а это еще один кубик вытихнул нам кубик так окей игрушки собраны чё теперь их надо бросить наверное а ты ухты ничего себе прикольные ребята он достает у себя из глаз динамит огонь и что-то случилось так давайте значит достанем по моему здесь был где-то а вот он динамит динамит вам здесь был да берем динамит что он делал бросает что должен открыть захотелось затанцевать вместе с ним да и всем хочет танцевать так а я понял слушай может быть час он достанет эту штуку и надо типа ее открыть чтобы туда это закинул бросай бросай а вот другую сторону чё ты я ладно еще разочек еще этот этот кто это вообще сурикат какой-то он сказал что вроде говоришь на туда сейчас бросит мне кажется что он показывать на глаза просто она поп отлично динамит на месте закрылся теперь давайте еще один раз и он надеюсь достанет теперь что-нибудь что-то делал я конечно понимаю отлично вот что что это что это что это а так огонь динамит динамит отлично шикарно я не понимаю что здесь происходит но давайте еще разочек у него хочу много огня кажется он сейчас их подожжет так бросай давай уже так одну я поджег видимо нужно еще одну поджечь слушать это вероятно бесконечная игра с река вообще-то очень смешной я согласен я спорить не буду давай 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 это гонщик похож на ножницы бросай уже давай свой огонь об подожгли подожгли чуть прибудет все черепа кровь веселье радость все что это что-то было чем это делали так карлос немножко испугался потому что все стало каким-то жутким но в принципе карлосу не привыкать это его любимое занятие мне кажется он наберется здесь вдохновение на свои рисунки мы оказываемся на каком-то шипе а о посмотрите есть куча мертвых карлосов маленькие карлосы то есть это я вообще не первый наш сон карлосы продолжают насаживаться на шипы я хватаю мячик и лечу куда и лечу у него такой счастливый взгляд знаешь как у белки из ледникового периода катаны но это это хэппи-энд прям это хэппи-энд да карлос наконец-то получил то что он хотел его потрясающий сон закончился и подожди мяч туда что-то не очень попахивает хэппи-эндом ну да пованивает обсказал хэппи-эндом о пришел наш парнишка усыпил нас еще раз потому что это видимо был только первый сон потому что у малыша карлоса несколько снов а если вы хотите посмотреть что же будет на вот этом берегу где он зачем-то оказался вместе со своим жутким игрушечным кроликом то ставьте лайки подписывайтесь на канал не забывайте что у нас вчера стрим был сегодня ставим когда мимо выложим и увидимся в следующих видео а маленький карлос продолжает играть с огнем всем пока пока